Дух Святой Бог в нас взрастил. Дар, подарок мы получаем и радуемся, и оно проходит быстро и безболезненно. Обычно без побочных действий. Плод в нашей жизни, когда мы получаем плод Духа, то часто происходит процесс обрезания. Это болезненно, это неприятно, это работа садовника, преобразно это тоже наш Господь, который работает тоже над нами. А еще есть такой процесс, когда тебя обложили навозом. Ох, сколько здесь не только запаха, а и возмущений. Иногда возмущений больше, чем запаха. А это же тоже работает на то, чтобы плод вырос. И последний вывод очень важный. Дар, духовный, любой подарок это мгновение. А плод – это процесс. Плод – это процесс. Всегда процесс. Разный, но обязательно процесс. Друзья, Писание призывает нас ходить по Духу. В русской Библии написано «Жить по Духу». В английской Библии написано «Walk in the Spirit». Ходите в Духе или по Духу. Когда мы говорим о духовных дарах, плодах, то можно это сравнить преобразно с ногами, которыми мы ходим. И когда мы говорим, то можно преобразно так представить, чтобы, может быть, нам это поможет понять, что у нас должно быть две ноги, которые функционируют правильно. Хорошо. Одна нога – это дар Божий, а другая – это плод Духа. И бывает так иногда в жизни, что вроде бы и есть дар. Духовный. Но характер отвратительный. А бывает и наоборот. Но как важно, чтобы мы не хромали, а чтобы мы ходили, были водимы Духом, и чтобы куда мы не придем, куда нас не привело, чтобы люди не вздыхали «Ах, пришел!» и все так раз и сделали вид, что вас не заметили. Потому что с Ним что-то пришло. Пришел плод или Духа, или другой. И нам важно, друзья, здесь двигаться в правильном направлении. Нам важно, друзья, понять, что нам важно и одно, и другое. И как нам важно понимать, что процесс для нас полезный. Вы знаете, что характер Моисея, друзья, в Библии написано, что он был кратчайший, самый смиренный, самый кроткий человек на земле. Но я хочу вам напомнить, что он не всегда таким был. Вы помните того Моисея, который увидел, ударил, похоронил. Быстро, резко, решаются вопросы. Увидел, ударил, похоронил. Вспыльчивый. Был. А потом, 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 потом называется процесс. И после процесса кратчайший человек.